Всем салам, друзья, из Ташкента весеннего, дождливого, апрельского. Это вот мы по локации едим, по улице Малая Кольцевая Дорога в направлении Чупаната. Справа 14-й квартал Челанзара, слева Республиканская спортивная школа-интернат. Вот такая вот погода была. Это съемки были 13 апреля сделаны, еще неделю назад, более. Ну вот в последние дни случилось так, что я немножко захворал, что-то приболел немножко. И вот сил не было, как говорится, мы предполагаем, всевышний располагает. Думал, вам еще попробую снять атмосферу Рамадан-Хаид. Но не получилось, так как немножко приболел. Вот мы сейчас проехали перекресток Чупаната, справа Г-9А, слева 9-й квартал. Но ничего, сейчас мне уже немножко лучше. Будем продолжать наши автопоездки. Постараюсь теперь уже на полную мощь работать. Вот видите, здесь справа это фанон. То есть слева. Слева это фанон, ювелирный завод. Ну а справа, вот мы подъезжаем к зданию. Инья, бывший Инья. Сейчас это университеты мировых языков. Ну а за ним, конечно же, Фархадский базар. В общем, сейчас мы в районе, где запчасти все продают. Вот справа, слева. Здесь вот всегда такая вот столпотворение. Вот видите, из-за вот этих парковок. Что слева, что справа. И сложно вот этот участок проехать. Постоянные пробки. Потому что это вот центровое место, чтобы купить запчасти. Ну а основной, конечно, у нас УЗАвтопром. Вот мы подъехали к перекрестку Фархадская. Справа Фархадская ярмарка. Видите, вот как с этой стороны смотрится этот перекресток. Вот они все красиво сделаны. Островки безопасности. Вот смотрите. Светофоры безопасности для пешеходов. Подъезжаем к Шухрату. Дороги идеальные. А сейчас мы, в общем, едем в сторону на Кашлык. Проедем метро Челанзар. Это вот сейчас перекресток Шухрата. Ну а далее метро Челанзар. Вот как выглядит дождливую, опасную погоду этот район. Погода вроде в те дни немножко похолодала. Именно вот 13, 14, 15. Там 3-4 дня даже холодно было. Ночами вообще холодно. Где-то недалеко в Казахстане даже. В Астане там снег был. Ну у нас вот самое минимальное, по-моему, днем плюс 15 было. 14 вот так. Ну ночью было тоже прохладно. Ну теперь немножко теплеет. На этой неделе начну работать. Надеюсь. Потому что все вот эти праздничные суета. Надо было лежать. Ну временами лежал. Временами так немножко надо было все-таки походить там. Купить все-таки там продукты. На ногах как бы немножко перенес. Ничего, думаю, сейчас все устаканится. Будем работать, постараюсь почаще выкладывать видео. Пост, великий пост, великий пост кончился. Теперь будем нормально работать. Теперь будем нормально работать. Вот это сейчас мы проезжаем перекресток дружбы народов, метро Челанзар. Ну вот здесь тоже справа. По-моему, вот это педагогический институт здесь. Сейчас вот педагогический университет, что-либо так называют. Здесь тоже очень много учебных заведений в этом районе. Да, это педагогический университет имени Низами. Ну а мы подъезжаем сейчас на кашлык. Мы завернем, проедем немножко вглубь. Ну, здесь постоянные вот такие вот пробки. Это перед Рамаданом еще очень много машин было. Вот сейчас, во время Рамадана, и вот в эти дни очень мало машин. Многие разъехались. Ну, а вот здесь мы сейчас повернем направо и проедемся вглубь. Посмотрим, как выглядит здесь наша архитектура. Частный сектор тоже есть. Ну, как видите, дождик немножко покрапывает, но луж ничего нету. А вот такой вот дождик был ни нашим, ни вашим. Он временами шел, временами нет. Ну, а так как визуально вроде бы все сухо. Такая вот погода была. Ну, сейчас все солнечно вроде будет. Опять же, прогнозируют. Хорошую погоду. В пределах 30 градусов будет. Ну и дальше, наверное, будет понемножку повышаться. Мы идем в сторону лета. Лето обещает быть аномальным. Ну, опять же, предсказывали, насколько это будет верно. Будем посмотреть. Ну вот, посмотрите, какие вот справа вот жилой сектор, апартаменты. Слева вот частные дома. Очень даже красивые. Ну, здесь парковка даже есть, оказывается. Ну, вот архитектура, видите, какая кардинально изменилась. Вот продолжаются также справа этажные дома. Даже новостройки есть. Ну, а слева вот такие вот частный сектор. Это мой вот район на Кашлык. Наверное, вот так называется. Недалеко от Дамбрамада. Вот такая вот красота, друзья. Здесь тоже все вроде вот ухожено. Чистенько. Дома красивые. Ну, вот еще вот, видать, новостройка. Стиль совсем другой, да. Еще в процессе. Ну, а вот эти вот, наверное, старые уже галерейные, типа, вроде дома справа. Вообще-то район неплохо знаю, но вот с вами вместе посмотрим. Вот такой контраст здесь. Ну, а теперь мы сейчас поедем опять в сторону метро Челанзар со стороны Дружбы народов, Гуньоткор. Там тоже есть вот эти учебные заведения. И вот как раз оттуда мы поедем в сторону Челанзара, шестой квартал. Заедем шестой квартал, пару точек. Мимо торгового центра Парус, это оптовый катартал. И по Муками поедем в сторону в жилой комплекс Париж. Вот эти французские дома. Заедем вглубь. Посмотрим, как она выглядит. Очень красиво. Все знают эти дома. Очень часто на моем канале мелькают эти дома. Ну, как выглядят они со стороны двора. Сегодня эксклюзив посмотрим. Мне самому было очень интересно. Очень понравилось. Это закрытая территория. Ну, вот мы сейчас подъезжаем перекрестку. Идет направо Дом Рабат. Налево. Тотом Челанзара. Шеставр с семнадцатой квартал. Таможня. Вот слева. А справа там учебные. Центр. Международная школа. Институт менеджмента. Еще учебные центры. Очень много студентов тоже здесь. Вот как раз мы сюда и подъезжаем. Вот они справа, все эти учебные заведения. Очень много в Ташкенте стало этих учебных заведений. Это, конечно, радует. Будем надеяться, результат будет тоже хороший. Ну, а мы едем теперь по основной улице Дружба народов бывшей. Это Буньоткор проспект. Вот видите, здесь, если вам надо на Шухрад проехать, вот здесь надо было съехать по кармашку, и там можно налево. Почему вот здесь не сделали такой же съезд? Вот за мостом, не знаю почему. Видать, там мало, наверное, полезной площади было. Так как метро Улупек и Новза там можно съехать вот после моста. Но здесь нет. Здесь только прямо. Вот это очень хорошее решение, что вот эти мосты сделали. Вот именно тот перекресток, где мы начали, где-то таможня, вот там постоянные пробки. Там бы тоже какое-нибудь решение приняли бы. Может мост, может туннель какой-то, чтобы не скапливались машины. Ну вот мы сейчас, центральный стадион, национальный стадион Ташкента. Справа мы видим обзор. Обзор на это колесо, колесо обозрения. Парк Агафура Гуляма. И вот как раз-таки здесь мы и за этим мостом и съедем. Вот про такой съезд я и говорил. На метро Челазар такого нету. Вот здесь есть, и на метро Хамза тоже это присутствует, что очень-очень удобно. Вот без светофоров можно поехать в сторону Катартала. Ну вот он слева, обновленный парк Агафура Гуляма. Есть обзоры, можете посмотреть, кому интересно. Ну а мы сейчас поедем в сторону Катартала направо. Вот говорят, когда здесь футбольные матчи идут, здесь такие коробки конкретные. Но это во всем мире так. Футбол это отдельная тема. Ну а мы сейчас съедем по улице Катартал, бывшая Волгоградская. Справа шестой квартал, слева квартал С. Театр Аперетты где-то в районе. Здесь тоже очень много вот магазинов, бутиков. Вот сейчас погода хорошая началась. Продолжу ночные съемки делать. Хочу здесь тоже вот как-то снять. Здесь все сверкать будет. Ну мы сейчас вот на Катартале поворачиваем. Вот слева восьмой квартал. Справа шестой квартал. И мы едем в сторону направлений спорттовары, штангиста. Также торговый центр Парус, оптовый рынок Катартал. Ну по дороге мы заедем два раза на этот шестой квартал. Ну и далее по-моему, кем мы поедем в сторону парижских домов, французских. Живой комплекс, комплекс Парисин, что ли называется. Вот он, шестой квартал. Видите, вот красиво здесь аллею сделали. Все вот это уже сделали. В прошлом году там ремонтные работы шли. Ну а вот здесь смотрите, как красиво. Вот. Вот. Зеленый Челанзар. Ну а мы продолжим нашу поездку. Вот насчет этой аллеи я говорил. Там все поставили преграду, чтобы уже не парковались по аллее. Аллея широкая там. Какой-то тротуар большой. Видите, вон люди ходят. Классно сделали. Сейчас будет возможность еще раз посмотреть на нее. Видите, вот слева и справа. Ну а мы сейчас немножечко глубь заедем. Потом обратно вернемся на эту дорогу и поедем в сторону штангиста, по мукне. В сторону текстильщика. Вот так вот. Вот так выглядит шестой квартал. изнутри. Ну, вроде здесь не очень так и чистенько, конечно. Но, наверное, еще такие работы не велись. Бордюры, видать, старые. Ну, вот так чистенько. Зелени много. Очень-очень много тоже новостроек в этих кварталах понастроили. Вот уже справа, по-моему, новостройки здесь. Ну, вот он, торговый центр Парус. И вот за ним уже чуть далее оптовый оптовый рынок Катартал слева. Ну, а справа, как видите, новостройки. Бывший кинотеатр. 50 лет Тарсовета. Чуть далее на перекрестке. Ну, здесь тоже все так загружено. В связи с этим базаром хотя там есть многоярусная парковка, но многие вот все равно паркуются здесь и создают вот такие вот пробки. Ну, а мы едем далее. Вот справа уже пятый квартал, слева седьмой. Тоже вот дома покрашены, аллея сделана. Вот справа тоже вот аллею. Вот эту всю аллею сделали. Видите, так красиво. вообще изменилось здесь все. Очень красиво. Слева тоже вот тротуары все сделали. Видите, справа тоже освещение есть. Дома вот тоже покрашены слева. да, город меняется. Ну, вот он, спорттовары штангист знаменитый. Ну, а мы поворачиваем на улицу Муки-Ми и поедем до Шуторуставели. и как раз покажу, как заехать в этот французские дома, потому что отсюда мы по виадукту не попадем. Надо будет съехать на Шуторуставели, развернуться в районе стадиона. и таким макаром можно попасть. Вот мы сейчас подъезжаем в метро Новза, бывшее метро Хамза. Здесь раньше трамваи ходили. Ну, здесь вообще тотально все изменилось. Наземный пешеходный переход хороший. Удобный. Чтобы люди не перебегали. Сделали вот такие заборы. Видите, вот тоже элитные такие новостройки. там мы еще не были. Ну, может, как-нибудь попадем, тоже посмотрим. Так что не пропускайте, всякое может быть. В Ташкенте мы еще много где не были. А где были, там тоже все меняется, как вы видите. Это перекресток с улицы Чаванзарская. Налево Узбекфелем. Справа сейчас первый квартал. И мы едем в сторону Пионерской. Сегодня хорошо, не очень так. Пробки. Обычно здесь пробки стоят конкретные. Хотя дорога широкая, но все равно. Вот улица бывшая Пионерская. Пионерская. Ну и мы продолжаем нашу поездку. По улице Муки-Мей вот дождик пошел. Видите, справа здесь все, 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 все. Раши ничего не было, а здесь всякие магазины, пункты питания, также газозаправки, это бензозаправки. Здесь вот еще тоже дом заканчивается, уже ведутся отделочные работы, новостройка такая. Здесь тоже новостройки, также рестораны есть, кафешки есть, здесь вот справа сейчас будут. Вот они 77. Вот улица Насоломатина. Ну вот мы сейчас как раз съезжаем мимо виадукта на шотору ставили. вот если вам надо шотору ставили поехать направо или налево, надо вот так съехать и дальше развернуться. по-другому по-другому получится. Вот так вот немножко дождик пошел. справа справа бывший не знаю сейчас есть или нет больница текстильного комбината раньше был. ну вот этот разворот очень популярный потому что очень много здесь разворачивается чтобы попасть в башлык к узбеге ну в сторону текстильщика или вот нано куску приходится здесь разворачиваться. Вот этот справа стадион бывший текстильщик. Ну до сих пор стадион тут не знаю как он называется. Ну здесь тоже вот высотное здание строится в процессе. Тоже что-то будет красивое. Ну а мы подъезжаем обратно на улицу Муки Ми продолжение. Вот эта часть тоже оказывается Муки Ми называется. Это перекрестка дальше вот Мукуска. И вот они вот справа эти французские дома. Ну мы заедем вот в следующую часть жилой комплекс Паризин. Вот они вот так вот кусок Парижа. Вот смотрите как здесь все красиво. Просто облагорожено супер. закрытая территория охраняемая дети могут здесь спокойно играться вон есть детская площадка. Вот такой вот тип очень даже безопасный и для родителей и для детей. общите ваши отзывы будет интересно конечно послушать. Вот такое вот красивое решение здесь сделали. Что здесь раньше было я честно не помню. это территория текстиль комбината была. где-то здесь текстильный комбинат был. Может за ним был где-то. Вот он порезан. Вот такая красота друзья. Ну а мы продолжим нашу прогулку поездку меняюсь поедем далее по улице Нукусской в сторону Саракульки. Сейчас мы проедем до Глинки по улице Малая Бешагач поедем на бывшую Теджиковку опять на Малую Кольцевую дорогу и на Саракульке мы съедем в тот район Саракульки. Вот здесь тоже вот это высокое высотное здание мощное пирамид. Посмотрим когда он закончится. В общем видите как Ташкент меняется очень очень все быстрыми темпами все происходит. я уже канал второй год у меня и если посмотреть те же улицы прошлый год позапрошлый год просто земля и небо разница. Многие кто не не бывает часто в городе дом работа дом работа они не видят этих преобразований и кажется что все застойно на самом деле вот пожалуйста все меняется быстрыми темпами город становится все краше вот улица Нокруска видите здесь тоже идут работы вот эти они раньше были процессы стройки какие-то здесь сейчас смотрите все уже функционирует здесь еще и строится так что процесс продолжается и это очень радует особенно те кто давно здесь не был ну и те кто здесь живет и не может по тем или ным причинам увидеть всю эту красоту тоже такая возможность спасибо что смотрите ну вот мы сейчас едем в сторону в общем это где-то вот бывшая Теряковка да в ту сторону ту сторону ну сейчас это там малая кольцевая дорога ну туда мы сейчас как раз и выедем ну это вот район где очень много отелей все-таки здесь ближе к аэропорту и к центру поэтому людям выгодно здесь отели снимать ну и дома тоже очень много строится видите вот тоже почти заканчивается видите все закрыто было сейчас вот пожалуйста все красиво на будущее здесь будет совсем другое слева тоже все переломают такие вот многоэтажные строят ну я так думаю эта улица сама напрашивается на это ну вот как раз мы выезжаем на малую кольцевую дорогу как раз здесь раньше рынок был вот тизиков помню пешком ходили вдоль дорог железнодорожных вот как все изменилось ну а мы подъезжаем к развязке Саракульки как раз там как бы все небольшие изменения просто все обновили но так тот же круг те же дороги нежели вот эта часть здесь все полностью все изменилось такой проспект большой построили ведь по 5 полос туда и обратно подъезжаем 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 перекрестку прямо за светофор на вокзал привокзальная площадь ну а мы вот съезжаем на сорок ульку здесь тоже со всех улиц здесь собирается вот чтобы и тоже с пробки собирается вот он этот район тут видит облагородили немножко так дома покрашены ну а так в принципе на восторге здесь не очень но изменения тоже конечно же есть мы этот район конечно я очень плохо знаю знаю что сорок улька где что туда прямо налево сторону кулюка рисово можно выехать вот сюда я не знаю куда можно попасть могу так предполагать где-то в сторону болгарки договорились это болгарские огорода были говорят раньше помню такое как-то я приезжал а где вот где-то в этом районе ну чуть дальше на ну а если направо ту сторону транспортный институт и там еще военкомат был по-моему республиканский или какой-то вот здесь вот ну а наша поездка подходит к концу вот такая вот сегодня была поездка друзья жду ваших отзывов кто не подписался подписывайтесь постараюсь почаще выкладывать ролики всем желаю удачи добра с рамазан хайтом не получился ничего снять но будем все-таки работать всем спасибо друзья всем здоровья удачи добра пока удачи Продолжение следует...